Всем привет, привет! Меня зовут Лада Казачище и сегодня я хочу вам рассказать про два очень насыщенных дня из моей жизни. Я бы хотела, чтобы таких дней было как можно больше, потому что пока есть такие дни, есть про что снимать и про что вам рассказывать. Были даже не выходные дни, это был четверг и пятница. Вот в четверг перед парами я поехала в Мейкап Мейкредами, в них проходит очень интересная акция для девочек. Они пишут пост в инстаграме, что им нужны девочки на макияж, на прическу на такое-то время. Ты просто должна оставить свой номер телефона, зажитки тебе позвонят и скажут, ты там нам нужна на такое-то время. Я так уже была третий раз, сегодня вот уже на данный момент пятый раз, сейчас уже тоже с макияжем и с Мейкап Мейкредами. В общем, мне очень нравится эта штука, потому что можно прийти, тебя накрасит. И мне в этот день это было еще очень на руку, потому что после этого я поехала в спорткомплекс, где Максим решил снимать, так сказать, клип для грибов. Начинаем? Если ты сейчас стоишь, то что я сейчас сделаю, это будет просто капец. Давай в меня чуть-чуть. Я не знаю, что из этого получится, пока что еще результата нет, думаю, вы скоро сами все увидите. После этого всего нам пришлось пойти, конечно же, на учебу, причем, что у нас в четверг именно в этот только одна пара. Пришлось посидеть, попариться, пыхтеть, послушать самого ненавистного препода. А после этого уже с хорошим настроением ехать на прекрасный концерт 83. Так, а почему-то даже, ну, типа, машин нет. Мне как-то это, типа, настораживает. Потому что обычно, когда в стереоплазе концерты, то машины выстраиваются просто дальше того стеклянного здания, а сейчас, типа, ничего. Мне это помещение напоминает большой-большой атмос. У тебя такой нот здоровый. Ну, не дурак. Ну, дурак. Концерт мне, правда, очень сильно понравился, потому что я давно уже фанат этой группы. У меня очень много львов есть на телефоне. Не только это Midnight City песни. Я, в принципе, очень, мне такая музыка импонирует. И мне очень понравилась аудитория, потому что это были взрослые люди, которые оценят хорошую музыку. Не было так много людей, не было толкучек. Было все как-то вот сдержанно и классно. Короче, от такого концерта реально можно получить положительные эмоции и хорошие впечатления с радостью пойти домой. Но, к сожалению, дома мне пришлось еще делать уроки на пятницу. Я была очень уставшая и улеглась после этого сразу же спать. В пятницу я проснулась, утром убежала на учебу, потому что мне нужно было наймиться с чем-то. Как всегда, опаздывала туда. Там какие-то еще две пары нужно было отсидеть. В общем, что-то горем пополам. После этого бегом-бегом домой. Есть холодные вареники, невкусные. Подогревать их, потому что после этого мне нужно было бежать в стиле Аплазу. Вот, кстати, ту же самую стиле Аплазу, где я была в четверг на концерте М83 на концерт Монатика. Знаете, что называется? Красиво жить не запретишь. Короче, тут нолики. Я надеюсь, что видно. И тут нолики. Сервисный спор 0000. Вот сегодня видно, что концерт. Понимаете, что значит, что в Украине ценят отечественного производителя? Машинку варяли до моего дома. Но это очень круто. Я надеюсь, что будет прям класс. Этот концерт должен был начаться вроде как даже в 6 часов вечера, писали. Я понимала, что он должен был начаться в 7. Мы пришли в 8, а концерт начался в 9. В общем, настолько его затянули, что это был просто. Мы прорвались как можно было ближе к этой сцене. Но людей было очень много. И аудитория была очень-очень странная. Начиная от детей в 5 лет, заканчивая бабушками, которые ругались матом возле меня. И женщин лет 40, которые бились за место поближе. Пьяных. Пьяных женщин 40 лет. Это очень странно. В общем, это мне не понравилось. Но сам концерт был крутой. Монатик отжигал на полную. И мне очень нравится его настрой. Как он настраивает людей мыслить правильно. Очень большой молодец в этом плане. Я ни разу не была в стереоплазе до этих двух дней. Хотя она находится от меня в 5 минутах ходьбы. А вот за эти 2 дня побывала аж там 2 раза. И это так странно. У меня очень много в жизни так складывается, что я чего-то не делаю. А потом за какое-то короткое время делаю это сразу много раз. Я не понимаю, почему так получается. Но это очень прикольно. После конца тормонатика мне пришлось сразу же, сразу же бежать на такси, вызывать такси и ехать на Басайд. Потому что меня уже ждали ребята перед входом, чтобы все вместе зайти. Все, 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 пора ехать на Басайд. Вызывать такси, хотя я думаю, что я сейчас просто пойду пешком на Лукьянов. И на этом все закончится. Я очень-очень-очень люблю тусовку Басайд, потому что это, можно так сказать, тусовка моей молодости. Я хожу на ней уже на Лукьянов 4 или 5 лет. Это реально просто вне такие ассоциации с ней. Я, наверное, буду ходить, пока они просто не прекратят это делать. Потому что это очень круто. Лучше, чем Басайд на стране нет. Это очень круто. У меня просто нет других слов. Я не могу сказать, что какое-то из этих мероприятий мне понравилось больше, какое-то меньше. Все они были достойны друг друга. И они довольно-таки разноплановые все оказались за эти два дня. Поэтому последующую субботу и воскресенье мне пришлось только высыпаться. Пересмысливать все то, что произошло. Ну и готовиться к следующей рабочей неделе. Я надеюсь, что вам понравилась такая маленькая подборка видео. Такой, так сказать, средний между влогом и тегом. Если вам понравилось, напишите мне об этом в комментарии. Пожалуйста, мне это очень важно. Так как я сейчас пробую постоянно, снимаю что-то разное, что-то новое. А также, конечно же, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Потому что вас ждет еще очень много всего интересного. Спасибо вам большое за этот просмотр. Я вас всех очень люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!